План Рогачёвско-Жлобинской операции выглядел достаточно скромным. В течение двух-трёх дней предполагалось захватить плацдарм за Днепром, после этого продолжить наступление на запад до реки Друдь и попытаться захватить плацдарм уже на ней. Замысел командующего 3-й армии генерала Горбатова в штабе фронта не оценили, посчитав несвоевременным и рекомендовали ограничиться прочной обороной занимаемых позиций. Однако генерал Горбатов был человеком упрямым. Даже Сталин о нём говорил. Горбатова только могила исправит. 14 февраля Александр Васильевич лично встретился с командующим фронтом Рокоссовским и сумел таки дожать Константина Константиновича. План операции был утверждён, но задача стала масштабнее. Теперь предписывалось занять Рогачёв, Жлобин и в дальнейшем развивать успех в общем направлении на Бобруйск. Учитывая зимние условия, форсировать Днепр и прорвать оборону 9-й немецкой армии атакой в лоб было невозможно. Западный берег реки представляет собой крутой обрыв от 30 до 80 градусов. Толщина льда не более 12 сантиметров, множество полыней. Это означало, что тяжёлую артиллерию переправить по льду не удастся, тем более танки. Кроме Днепра требовалось преодолеть ряд рек и речушек, из которых самой серьёзной была Друдь шириной 25-50 метров с заболоченными берегами. Именно на её рубеже ожидалась встреча с резервами противника. Но у командующего 3-й армии нашёлся свой ход к нём. Помочь атакующим частям должен был сводный диверсионный отряд, заранее проникший во вражеский тыл. Его основу составил личный состав 8-го офицерского штрафного батальона и лыжный батальон 120-й гвардейской стрелковой дивизии. На вооружении станковые и ручные пулемёты, 82-милитровые миномёты, ранцевые огнемёты ПТР-6. Каждый боец имел в запасе по 10-15 гранат. Красноармейцев переодели ватные куртки и шаровары, поверх зимние масхалаты. Всем выдали двухдневный паёк, а котелки и кружки изъяли, как ненужные и создающие стук. Командир 8-го штрафного батальона, подполковник Аркадий Осипов, для которого земля Рогачёвщины была родной, провёл отряд в немецкий тыл почти тихо. Получили весть от сводного отряда лыжников. Он дошёл до Рогачёва, но перед самым городом высланная разведка встретилась с противником, засевшим в траншеях. Лыжники перекрыли все дороги, идущие от Рогачёва, на Мадоры и Быхов, в том числе и железную дорогу, тем самым лишив фашистов пути отхода и подтягивания резервов. В течение дня отряд захватывал обозы, машины и вёл бои с подходящими резервами. К вечеру 23 февраля полки 120-й гвардейской стрелковой дивизии подошли к Рогачёву. Усиленная рота автоматчиков к 23-м 10-ти захватила северную окраину города. Скопление пехоты противника наблюдалось в западной части и в центре. Получив эту информацию, командир дивизии полковник Фогель принял решение атаковать. И уже к нулю 15-ти 24 февраля полк стремительным ударом обладел центром. А к 5-20 утра, уничтожая и тесняя отдельные группы автоматчиков, полностью очистил город от немцев. За четыре дня наступательных боёв мы достигли немалых результатов. Форсировали Днепр, прорвали сильно укреплённую оборонительную полосу противника, захватили выгодный в оперативном отношении плацдарм размером 62 км по фронту и до 30 км в глубину. Этот плацдарм позднее сыграл большую роль в летней Бобруйской операции. Так закончились первые фронтовые операции Красной Армии по освобождению Беларуси от оккупантов. Гитлеровцы продолжали удерживать основную часть территории республики, но не чувствовали себя в безопасности. Размах партизанской борьбы против захватчиков зимой и весной 1944 года достиг своего апогея.